Добрый день. Это подкаст «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах – от Канады до Узбекистана. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Дубровский. Точка ввоза. Зачем Путин полетел в Узбекистан и как его встретили? Можно ли на самом деле говорить сегодня о личных дружеских отношениях президентов России и Узбекистана, как это утверждают в Кремле? Насколько прав президент Украины Владимир Зеленский, сказавший, что если лидеры стран Центральной Азии и склоняются в сторону Москвы, то в основном из страха? Что собой вообще представляет нынешняя власть в Узбекистане, если сравнивать ее с властью российской? Нейтральный статус Узбекистана в отношении вторжения России в Украину на самом деле ничуть не нейтральный? Между кем сегодня лавирует узбекский президент Шавкат Мерзиёев во внешней политике? И что ему нужно от Путина и Кремля? Именно об этом и пойдет речь в нашем новом выпуске «Атласа мира». Как обычно, я советую искать и слушать его в первую очередь в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм, а также в наших аккаунтах в YouTube. Президент России Владимир Путин только что вернулся из Узбекистана, где провел целых три дня, задержавшись в Ташкенте дольше, чем планировалось. Это уже третья зарубежная поездка Путина после недавних его визитов в Китай и Беларусь. К нынешнему визиту велась грандиозная подготовка. Узбекский президент Шавкат Мерзиёев лично приветствовал Путина в аэропорту Ташкента. По словам самого Путина, сегодня отношения России с Узбекистаном носят особый характер стратегического партнерства, а торгово-экономические связи впечатляют. Для путинской России, которая оказалась под санкциями Запада из-за агрессии против Украины, Узбекистан за два с лишним года стал одной из основных стран, откуда в Российскую Федерацию попадают подсанкционные товары. Последняя встреча Путина с Мерзиёевым состоялась совсем недавно, в Москве, 9 мая. Тогда президент Узбекистана присутствовал на параде на Красной площади вместе с лидерами других государств Центральной Азии. Итак, мой сегодняшний собеседник – независимый узбекский политолог, живущий в эмиграции Алишер Ильхамов, директор исследовательской и правозащитной НКО Central Asia Due Diligence. Владимир Путин задержался в Узбекистане на один дополнительный день из-за важности и разнообразия обсуждаемых вопросов. Это так заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он сказал, что Путин и президент Узбекистана Шавкат Мерзиёев беседовали наедине до трех часов ночи, после чего узбекский лидер пригласил президента России к себе домой. Вот цитата Пескова. «Это абсолютно доверительное отношение, такая настоящая личная дружба». «И сегодня тоже такой полуличный полурабочий завтрак они тоже решили провести вместе до отъезда в аэропорт», – отметил Песков. Неужели речь идет о каких-то прямо личных уже выстроенных отношениях? С чего вдруг? И такое вообще с Путиным возможно? Возможно, в какой-то степени это придает такой межличностный характер этим контактам. Но я бы тут это отнес и к особой тактике Мерзиёева, который стремился всячески обольстить Путина с тем, чтобы добиться результатов с его точки зрения наиболее приемлемых. Ути каких-то таких вопросов, которые бы, с его точки зрения, подрывали бы национальные интересы страны, а также отрицали путь в его контактах и в коммуникации с другими игроками на мировой армии. Значеленная такая тактика, можно на какой-то степени даже назвать ее восточным таким оттенком, показать такой всяческий прием, гостеприимство. Но при этом добился того, что вот этот проект, так называемый, атомной электростанции, от которого пытались немножко отнекиваться, вот 2-3 года последних, поскольку Узбекистан все-таки сделал ставку на развитие солнечной энергетики последние где-то 3 года, и стали затягивать вопрос о строительстве атомной электростанции. Сейчас вроде бы Путин уломал, это была инициатива, скорее, не Мерзиёева, а это уступка давлению со стороны России, которые пытались навязать Узбекистану вот такой проект, и тем самым привязать его как бы с собственным интересом технологически, экономически, и даже с точки зрения безопасности. Промисс заключается в том, что вместо той запланированной электростанции, где-то мощностью 2,4 гигаватт, они договорились сейчас запустить АЭС малой мощности, где-то всего лишь на 330 мегаватт. Вот такую уступку, на мой взгляд, сделал Мерзиёев, но это все было обустроено таким образом, что зато давайте развиваться по другим направлениям. Мне, наверное, накидали еще много проектов сотрудничества, и вот что потребовало времени, и задержался Путин и со своей делегацией. Президент Украины Владимир Зеленский ведь недавно впервые дал интервью центрально-азиатским СМИ, в частности, журналистам из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана на русском языке. И говоря о сотрудничестве государств Центральной Азии с Россией, Зеленский подчеркнул, что никакого стратегического и любого другого союза с Путиным не может быть ни у одной из этих стран. Цитата. «Вы все под ударами на сто процентов. ОДКБ и так далее. Это все, на самом деле, возможность влиять на ваши страны», — сказал Зеленский. «В значительной степени он прав, поскольку ОДКБ, Евразийский экономический союз, действительно являются такими структурами, которые контролирует Москва и служат интересам стратегическим геополитическим Москвы. И, кстати, Узбекистан, поскольку он не принимает участие в этих двух организациях, как член в качестве наблюдателя всего лишь. И вот это один из мотивов, видимо, визита Путина, уломать Мирзиоева, с тем, чтобы все-таки, наконец, в Узбекистан вступил хотя бы в Евразийский экономический союз. Отчего, в общем-то, всячески пытался последние несколько лет отнекиваться Мирзиоев. Ну, не знаю, уломал или нет, но возможно, что это было одним из предметов таких обсуждений откровенных на такой межилищенном уровне. Если говорить о стратегическом партнерстве, в официальных документах, по крайней мере, в Москве, со стороны России, вот это все подается как вот именно геостратегическое партнерство и даже союзническое отношение. Хотя я вот не видел, скажем, с узбекской стороны вот этого термина союзничества. Но каких-то особых противоречий явных между трактовками этой встречи двумя сторонами нет. Просто есть факт зависимости значительной Узбекистана от России, как бы от, скажем, кавычках «доброй воли» в плане экономическом и в плане, как бы, и даже личной безопасности президента Мирзиоева. Поскольку в свое время, когда скончался бывший президент, по некоторым данным вот инсайдерским, можно говорить о том, что, в общем-то, Москва играла определенную роль в том, чтобы нейтрализовать другого претендента, Рустама Азимова, который тоже как бы рассматривался как такой кандидат на президентский пост. И они сыграли в пользу совместно с местной службой национальной безопасности в пользу вот Мирзиоева. А что представляет, коротко говоря, нынешняя правящая власть в Узбекистане, если сравнивать ее с властью российской? То есть, возможно, Путин и Мирзиоев действительно чувствуют друг другу такую симпатию, какое-то духовное внутреннее родство, потому что оба авторитарные лидеры, не терпящие чужого мнения, опирающиеся на репрессии, на спецслужбы с одинаковой собственной картиной мира и с одинаковыми представлениями, может быть, о величии. Ну, в первую очередь, о собственном величии. Да, очевидно, это два авторитарных лидера, в общем-то, которые не терпят никакой реальной политической оппозиции, вот, диссидентства и так далее. Но есть одно очень важное отличие. Если, скажем, Путин уже задолго, вот, и даже до войны в Украине такой взял курс на такую конфронтацию с Западом, а сейчас особенно, в общем-то, он предстоит интересам Запада, то Мирзиоев старается играть такую многоверкную политику и усиливать не только лишь как бы ослаблять, а вот усиливать свои отношения, сотрудничество с западными странами. Ну, не только с западными, но и с другими, в общем-то, игроками, так Китай, арабский мир, там, исламские государства и так далее. То есть, в этом плане, в общем-то, есть существенная разница, и вот это надо учитывать с точки зрения таких геополитических интересов двух стран, как они видятся, представляются вот этими двумя лидерами. По словам, опять-таки, Зеленского, главы стран Центральной Азии, несмотря на якобы их нейтральную позицию в отношении войны в Украине, на самом деле, конечно, склоняются в сторону России, причем, как он сказал, в основном из страха. Вот еще цитата. У ваших лидеров не совсем баланс из-за страха перед Кремлем. Они боятся Путина. Конец цитаты. А насколько этот страх, может быть, действительно чувствуется, причем и на уровне высшей власти в Узбекистане, и на уровне низовом, таком народном, уличном? Я бы все-таки делал различия, скажем, между Казахстаном и Узбекистаном в этом плане. То есть в Узбекистане, скорее всего, речь идет не о страхе, а о опасениях. Учитывая вот эту экономическую зависимость в плане трудовой миграции, а также сейчас усилилась такая зависимость в поставках российского газа, в то время как в Казахстане есть прямая угроза от суверенитета, вторжения со стороны России, и это диктует поведение президента Казахстана в отношении России. Все-таки Россия является вторым инвестором по значимости в Узбекистане, а также товароборот тоже на втором месте после Китая между двумя странами. Вот они пытаются использовать вот эту экономическую зависимость Узбекистана вот от таких торгово-экономических отношений с Россией. Хотя и раньше вот приезжали, и были контакты между, скажем, Узбекистаном и определенными регионами, вот, например, был визит главы Татарстана в Узбекистан, то сейчас даже вот организовали такое, как бы, свидание Совета регионов, пригласили большое количество глав этих регионов России сюда. Видимо, вот Путин пытается вот расширить такой круг давления, включив в этот процесс влияние на Узбекистан и вот главы регионов, с тем, чтобы они напрямую тоже договаривались с Узбекистаном о сотрудничестве, о каких-то совместных проектах и тем самым усиливая эти контакты, связи и в определенной степени зависимости Узбекистана от России. Вообще в современном Узбекистане официально и неофициально что говорят и помнят обо всей долгой истории отношений с Царской Россией, с Советским Союзом, с нынешней Российской Федерацией в школах и университетах, в том числе, учат тому, что Узбеки-то были завоеваны в XIX веке России, что долгое время страна была русской колонией, там, где русские губернаторы устанавливали свои правила и порядки. Вот эта линия, как бы, на дистанцирование от России, как такой бывшей колониальной державы, это было очень сильно заметно при предыдущем президенте, Каримовича, то он даже идеологию независимости, суверенитета поставил во главу угла в своей внешней политике. И вот, например, и ориентировался к созданию музея, там, репрессий сталинских времен. Новый президент ведет себя более мягко по отношению к России. Он тоже пытается проводить такую многовекторную политику, но вот пытаясь, как бы, вот при этом обольстить, нейтрализовать какое-то негативное давление со стороны Москвы. Ситуация довольно-таки противоречивая в этом плане. С одной стороны, например, наблюдаются определенные такие, как бы, шаги со стороны определенных фигур, влиятельных довольно-таки, имеющих высокий высокопоставленный статус в плане продвижения узбекского языка и снижения роли русского языка. Вот есть проявление такого, как бы, патриотизма. Эта позиция довольно-таки популярна среди населения, которые недовольны тем, что, в общем-то, вот, скажем, Ташкен, например, главный город в Узбекистане, он остается таким космополитическим по своему духу. Многие там вывески магазинов на русском языке и так далее. Многие, которые не владеют узбекским языком, они немножко недовольны этим положением вещей. Но, с другой стороны, есть определенная часть населения, даже среди узбекского этнического населения, которые поддерживают этот курс сейчас российский в отношении даже Украины, понимаете, вот есть такое. Не знаю, с чем это связано. Во многом это является результатом влияния средств массовой пропаганды, а также вот зависимость, опять-таки, экономическая. Многие же сейчас свыше миллиона, по официальным данным, находятся в России узбекских гражданах. Напоминаю, что вы слушаете подкаст «Атлас мира». С вами Александр Дубровский. Скоро вместе с моим собеседником, политологом Алишером Ильхамовым, мы к вам вернемся. Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотры Ютуба. Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в Кастбокс и Спотифай. Подкасты «Радио Свобода». А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Дубровский. Мы вместе с независимым узбекским политологом Алишером Ильхамовым продолжаем разговор о последнем трехдневном визите Владимира Путина в Узбекистан. Вообще представляет ли теперь Узбекистан для России тот самый пресловутый глобальный юг, о развороте на который теперь без конца говорят в Москве. Причем юг очень благожелательный к Москве. И нейтральный статус Узбекистана в отношении вторжения России в Украину на самом деле он ничуть не нейтральный. Ну это является одним из таких мотивов России как бы укреплять отношения с Узбекистаном, поскольку Узбекистан можно рассматривать не только Узбекистан, но и другие центральные азиатские страны как часть такого глобального юга. Учитывая экономический уровень развития, то он все-таки даже часть африканских стран более развитый в экономическом плане, в плане ВВП на душу населения, чем Узбекистан. И Узбекистан развивает определенные отношения не со всеми странами глобального юга, а с некоторыми регионами, например, с исламским миром. Честно есть такое, идет место сотрудничества и усиление этого сотрудничества, особенно в экономической сфере. Это и с Индией традиционно были сильные отношения. В последние годы, в общем-то, усилились контакты с Пакистаном. То есть роль в целом Центральной Азии, если говорите про Узбекистан, каждую отдельную страну, Центральная Азия, может быть, они не представляют такого особого значения в глобальном контексте, но вместе они уже представляют определенные факторы, являясь определенным игроком и играя в определенные ворота. И выступая во многом в соответствии с той линией, которую мы сейчас наблюдаем на глобальном юге. Вот такой линии, асимметрический вариант нейтралитета, при котором есть определенная зависимость экономическая от России. Например, Россия поставляет продовольствие, нефть, газ и так далее, играют определенную роль. И в этом плане чем-то Узбекистан и другие Центральные Азии не очень сильно выпадают из этого тренда. Алишер, когда вообще Путин куда-то ездит за границу, всегда я спрашиваю у собеседника примерно так. Если перечислить самые важные вещи, которые сейчас Путин хотел бы получить от Ташкента, а Шавкат Мерзиёев от Москвы, то что это будет? Вот давайте начнем с России. Ну, во-первых, учитывая, что Россия под руководством Путина сейчас становится, если не стала уже как бы изгоем на мировой арене, для нее очень важно иметь какой-то свой политический капитал на этой мировой арене. То есть группа стран, которая является лояльной по отношению к ней. То есть опираясь на вот такую поддержку, такую моральную, политическую лояльность этих стран, то они тем самым как бы усилили свои позиции. Это более в таком широком плане. А если говорить о практических вещах, то я думаю, что сейчас вот один из предметов обсуждения, в частности вот этих межзристочных, да, вот почему он задержался в Ташкенте, является стремление как бы обеспечить поставки бензина и дизельного топлива из Узбекистана. В Узбекистан поставляется газ. Газа и нефти у России сейчас достаточно много, но учитывая, что, в общем-то, уже какая-то определенная часть нефтеперерывающих заводов уже как бы выведена из строя из-за атак дронами вот со стороны Украины, то возникает такая как бы проблема дефицита, которая обеспечила бы экономику нефти и дизельного топлива. Но это может сказаться в конечном итоге на снабжении вооруженных сил в России. Поэтому они предпринимают уже шаги, как вы знаете, в общем-то, о поставках бензина и дизельного топлива из Белоруссии, рассчитывая также на поставки Казахстана, об этом уже писалось. Но и Узбекистан тоже не заправился с насчетов. Например, в Узбекистане есть, это Бухарский нефтеперерывающий завод, построенный был относительно недавно, где-то вот уже постсоветский период, по-моему. Но он, в общем-то, по сообщениям был недогружен. Если туда поставить достаточное количество нефти, и это может быть еще одним предметом обсуждения, то часть продукции этого завода может пойти в Россию. А что нужно Мерзиёеву от Путина больше всего? Ну, во-первых, избежать, например, того давления, если сравнивать, скажем, с Таджикистаном, то в последнее время, несмотря на то, что Таджикистан является членом ДКБ и вроде бы подконтролен Россией, но, тем не менее, были какие-то определенные как бы признаки недовольства стороны России, и это сказалось на давление на трудовых мигрантов таджицких. Смотря на то, что происходит в России последний год-два, то таджицкие мигранты подвергаются большему такому давлению, чем, скажем, узбекские мигранты. Это вот один фактор. Сейчас в последнее время, в общем-то, усилилась зависимость от поставок газа, поскольку где-то, например, полтора-два года назад имел место такой коллапс в плане снабжения энергии в местных домохозяйстве, производстве и так далее. Во многом, в большинственной степени из-за деятельности тех бизнесменов, ассоциированных с интересами России, на которых сделал в свое время ставку Мерзиоев. Например, Фазылов, который возглавляет компанию, зарегистрированную в Чешской республике. И вот такое это сотрудничество в итоге привело к коллапсу определенных проектов, на которые рассчитывал Мерзиоев. И сейчас это поставлен перед фактом вот такого острого дефицита. И в итоге, в общем-то, Узбекистан становится из экспортера газа в импортера. Причем сейчас идет даже речь о том, чтобы увеличить поставки российского газа. Вот этот вопрос обсуждался на встрече. Чтобы в разы увеличить поставки газа из России в Узбекистан. Вопрос спрашивает, зачем столько газа в Узбекистану, учитывая, что, в общем-то, у него запасы достаточно большие. Или если там что-то не так со всей статистикой. То есть нет какого-то анализа, картины, что происходит в газовом секторе с точки зрения резервов, в общем-то, возможностей и так далее, и так далее. И в итоге сейчас, в общем-то, в Узбекистан все больше и больше впадает в такую зависимость от поставок энергоносителей из России. Независимые экономисты и СМИ называют Узбекистан одной из главных точек ввоза, попавших под санкции товаров, самых разных, в Россию. Москва остается действительно одним из основных торговых партнеров Ташкента. Вы сказали, что вторым, уступив по итогам прошлого года, первое место только Пекином. Вот действительно ли все так? И все эти санкционные, подсанкционные товары идут эшелонами в Россию из узбекских городов? Я думаю, вот это увеличение цифр по внешнеторговому обороту, по инвестициям, по экспертам российских продукций и обратно из Узбекистана в значительной степени связано с этим потоком альтернативного импорта в Россию. Конечно, да, Узбекистан является одним из каналов подсанкционной продукции из других стран. Видимо, нет какого-то политической воли, чтобы этот процесс приостановить, поскольку, в общем-то, это, ну, как бы отвечает интересам, что ли, определенных кругов тех людей, которые в Узбекистане, которые контролируют эти потоки, да, то есть им очень трудно отказаться от этих потоков и от этой прибыли, которая с этим связана. Особый вопрос в отношениях двух стран, которого мы уже коснулись, да, это узбекские трудовые мигранты в России. Их один миллион, сказал Мерзиюев, но на самом деле их явно больше. Путин сейчас в Ташкенте обещал всякое им соблюдение прав и так далее, всячески их хвалил, но при этом с начала года из России на родину вернулись 115 тысяч граждан Узбекистана и до конца года собираются вернуться еще около 300 тысяч. И все это в том числе последствия теракта в подмосковном Крокус-Сити-Холле. Началось хамство полицейское, рейды, проверки, задержания, облавы. Российские регионы вводят прямо запреты на сферы деятельности для мигрантов любых из стран Центральной Азии. Самому Узбекистану чем грозит такое возвращение сотен тысяч людей? Чем эти люди будут заниматься? Ну, конечно, это будет значительной проблемой для Узбекистана, поскольку, в общем-то, уровень развития экономического в Узбекистане не позволяет обеспечить работу такого количества людей. Можно посмотреть два-три фактора, которые приводят к этому натоку мигрантов из России. Это первый страх быть мобилизованным на фронты в Украине. Это один фактор, поскольку мы знаем, что многие из них подвергаются давлению, особенно те, которые уже получили паспорт российский. И вот сейчас, конечно, этот теракт в Крокусе тоже добавляет такую атмосферу, которая гнетет узбекских мигрантов, не только узбекских, а вообще центрально-азиатских мигрантов. Но если говорить о втором факторе, то, возможно, этот отток из России является таким временным, что люди уезжают, чтобы это переждать, и чтобы ситуация в России устаканилась, и они, чтобы могли вернуться. Поскольку есть другая сторона вопроса, с учетом того, что сейчас российское правительство вкладывает в военно-промышленный комплекс, и все меньше у России оказывается в распоряжении рабочей силы, ввиду оттока, ввиду гибели на украинских фронтах, стоимость рабочей силы растет, а значит, растут заработки. Первоначально были такие ожидания, что, в общем-то, сейчас, скажем, строительный сектор будет испытывать упадок. Но ввиду вот этой сейчас такой централизованной инвестиции во многие отрасли продукции, которые создают цепочку спроса для других отраслей экономики, в частности, для строительства, то зарплаты, я сейчас не изучал конкретный вопрос, но вот по некоторым данным можно говорить о том, что спрос повышается на рабочую силу, и, возможно, растет заработная плата. Это является, конечно, очень сильным таким мотиватором для узбекских граждан, чтобы или не покидать, или возвращаться в Россию через какое-то время. С другой стороны, конечно, есть определенные страхи быть мобилизованным на украинский фронтайм. Вот это вы уже упомянули, давайте отдельно еще немного об этом скажем, что многие тысячи узбеков за последние годы получили российские паспорта, и тут началась война в Украине, и этнических узбеков с российскими паспортами массово начали ловить просто и отправлять на фронт. А у вас есть какая-то статистика? Много известно о таких фактах? Что можете сказать? Сколько таких уроженцев Узбекистана насильно забритых в российскую армию? Мне такой статистики, к сожалению, нет. Есть определенные конкретные случаи, например, когда заманивали в одних случаях на службу в армии и участие в так называемой спецоперации, но в качестве какого-то подсобного персонала, водителей, не в качестве солдат, который находится на передовой. Но в итоге, когда их забирают туда, то их потом начинают рекрутировать и уже на передовую. В других случаях я видел сообщение о том, что некоторые узбекские граждане оказались в тюрьмах. И в период, когда был массовый рекрутинг заключенных, среди них оказались и узбекские граждане, которые решили все-таки поддаться на выгоды, связанные с этим рекрутингом, и тем самым избежать длительных тюрьмных сроков. В последнее время участились сообщения о том, что уже и бывших узбекских граждан, которые получили российские паспорта, на них тоже оказывают давление, заставляют являться военкоматом. Я пока не видел сообщений, что их массу уже конкретно отправляют, но уже их заставляют вставать на учет. Военкоматы их, видимо, рассматривают как определенный резерв, который может быть использован для того, чтобы вообще-то восполнить недостаток воинов, которые воюют в Украине. Напоминаю, что это было мнение Алишера Ильхамова, узбекского политолога, директора НКО Central Asia Due Diligence. Спасибо, что были с нами. Наш подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. От Apple Podcasts или Google Podcasts до iTunes, CastBox и Spotify. Ищите специальную студию подкастов радио «Свободы» в Телеграм и наши каналы в YouTube. А я, Александр Дубровский, с вами прощаюсь. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.